Закончилась карта, но не закончилась серия. Калли Балрокса, вторая карта. Дорогие друзья, перед вашими экранами у нас вовсе уже идут пики и баны, и вот у некоторых драфты явно не изменились. Да, до пика тускара я подумал, что я смотрю повтор прошлой игры. Одинаковые были драфты, что и баны практически такие же. Ох, интересно, интересно. Слушайте, но палка раз в год стреляет, а вот два не знаю. Тут, конечно, прям вопрос. Опять же, опция того, что МК может пойти как-то на курпозицию, она остается в дальнейшем, но то, что появился тускар, лично меня очень радует. Да, меня на самом деле тоже. Балроксы должны, я думаю, брать реванш. Должны они побеждать эту карту. Скорее всего, они это хотят по-любому, будут стараться. Но тут к вопросу будут по игре как Ненго. То есть увидим ли мы, если тускар будет в миде активного тускара, который будет держать в страхе всех героев, постоянно как-то находить какие-то всевозможные убийства. Потому что в прошлой игре на Эмбере, мне кажется, что он как-то, ну, немножко пассивненько играл. Да, явно у ребят вообще, в принципе, в целом не получилось. А по игре ничего сделать. Думаю, сейчас бисмастера немного усилят. Четверка, так сказать, понадежнее. Возможно, подумают по поводу айтембилда немного другого. И дрейк, что должно здесь прямо во второй карте подышаться полегче. Но там кто его знает. По крайней мере, не знаю, на что рассчитывают Калли. Ондайн, Квизаж, МК. Все то же самое. И Балроксы уже это видели. И контр-атаку, скажем так, могут предпринять. А вот как раз таки забирает Лешрака. Сами себе. Да, Лешрака забирают. И, по всей видимости, это будет не тускар медовый. Понимаю. Потому что, ну, вряд ли будут ставить Лешрака на другую какую-то линию. Кроме как мид. Вот так вот неожиданно. Джакира, это у нас пятерка по-любому. Так и есть. Ну, а с другой стороны, Джакира явная классика. Осталось 10 секунд. Но здесь и тот момент, что... А это у нас у Балроксов Джакира. Тогда все окей. Нет-то. Туск, Джакира, Лешрака, Мид, Бист в стройку, добрать какого-то керри. Либо, либо Лешего поставить в керри, а Тускара отправить в мид. Ну, на самом деле, я тебе знаешь, что скажу? Я, вот, честно говоря, до сих пор как бы думаю, ну, именно по паблику сужу. То есть, Джакира Тройка в нынешнем патче. Почему никто не берет? Как по мне, это очень сильный герой, который... Он и пушит вышки, и собирает глифсы. И очень сильные на линии. То есть, почему Джакира Тройка никто не играет? Вопрос, конечно, хороший. Все привыкли, конечно, с него на Пятерке видеть. И, наверное, все скажут, да, какая разница, он на Пятерке делает, как бы... Выполняет те же опции и функции, как бы, что и на Тройке. Да нифига. Когда Джакира приходит на линию, выфармливает, там, не знаю, грифсы на 10-й минуте, там, условно... Ну, не на 10-й, там, чуть под... Попозже. Мне кажется, Джакира Тройка очень сильный, на самом деле, в этом патче. Когда-нибудь люди до этого додумаются. Вот, ну, опять, мне нравится у Лорокса пик. Мне очень нравится у них пик. Серьезно, ну, скорее всего, мне нравится, потому что это такой... Стандартный... Более привычный, на самом деле. Да, привычный, да, драфт. То есть, как бы... И если, допустим, в голове представить каких-то других игроков на вот этих героях, Условно. Мне кажется, что они просто разваливали. Посмотрим, по крайней мере, Кхали не отходит вообще от своей позиции. В принципе, как у них задумка была изначально, да, вот вместо Лешего появился котел. В принципе, герои похожи относительно, да, только у котла, конечно, стана нет. А здесь есть такой моментик, но... Мобильность присутствует. Забонили Тролля на последней стадии Белл Рокса, но... Это и понятно, в принципе, с Троллем не наигрались, ребята, на первой карте. Посмотрим, кого же откроют Кхали на позицию Кора или поставят МК. Тут вопрос, конечно, тоже такой хороший. Какое решение примут по итогу? Осталось 5 секунд. И несколько секунд у нас остается до последнего бана Кхали. Также подбанили они Вайда. Тут не было ничего, потому что, в принципе, и хорносфера на котла может поставиться, и Макропиры туда ляжут, и Леший, который вокруг побегает, а потом Рором это все продлят. Оно того не надо. Интересно, на самом деле, что откроют Кхали на ласт пик. Опять, скорее всего, мы увидим какого-то Кора. Я прям 95% как бы точности уверен, что это будет опять какой-то хардкор. Хардкор, да. Кто это будет? Морф? Или не Морф? Морф, кстати, не в бане. Или Дровка будет? Дровка в бане, Дровка в бане. Дровка в бане, да. Появляется Сларк. Кого хочется взять против Сларка и против Бестана, как бы, на линии? Кто этот герой? Спектра какая-нибудь? Но... Не уверен я. Сларк хорош, хоть в Спектре, условно. Вивер? Нет. Вивер есть чем цеплять тоже, по ВИТ. Луна. Блин. Надо взять героя, который... Опять уничтожит Беста. Кстати, может быть, Блудстикер какой-нибудь? Ух. Потому что он хорош против Сларка. Он... Блин, тут просто Блудстикеру, конечно, понятное дело, очень тяжело играть. Все начало, условно. Ну как, на линии он будет себя чувствовать просто великолепно. В мидгейме просто провал. Полный, потому что... Потому что очень много способностей. Но! Тут есть задувка котла, который захилит. Есть зомби, который подхилит. Есть арена вот этого Манки Кинга, то есть условная, которая стоять тоже как защитная будет. То есть, по сути, любой кор у Кхали сейчас будет опять чувствовать себя, в принципе, неплохо. То есть, защиты и... Именно со стороны его тиммайтов очень много. Так еще и Котл будет, скорее всего, большой. То есть, я так вижу, по крайней мере. Очень, на самом деле, призадумались, потому что, в принципе, большая часть куров у нас в бане. И появляется здесь у нас Бристалл Бэк. Наш любимчик с тобой прям... Точечку. Ладно. Безконтарий, конечно, немножко. Опять вот я вижу... Что люди вот этим занимаются. Аспект берут Бристалл Бэк основа для Куика-Хука? Ну, что это Бристалл Бэк? Ну, честно, вот, ну... Я понимаю твое негодование, честно. Я его даже отчасти разделяю вместе с тобой. То есть, вот у меня чисто в голове так, что если бы там сидели какие-то ребята, вот условно, ну, чуть-чуть уровня повыше, на Белроксе, вот с таким пиком, они просто уничтожили бы вообще. Просто уничтожили бы. Вот именно таким драфтом, который у Белрокс. Но я знаю, что будет в этой игре. Я знаю, что дадут Бристалл Бэку много-много качаться, выформить какие-то БКБ, будут там и на нем лотусы висеть и так далее. Но, я говорю, то есть... Как по мне, так это вообще, ну, мертвый же герой. То есть, если бы он был такой... Такой сильный, если бы он работал реально, его бы все рейтли, его бы все брали условно. Тут вы просто берете его на ласт пик и настолько уверены, что, ну, как бы оппоненты вам ничего не сделают. Хотя, по факту, я говорю, можно прийти с Бестом, Тускаром, как вот они сейчас пойдут, и выформить быстрый. Я говорю, вот нужно Тускару, посмотрим, что он купит. Если он купит опять ботинок, я сгорю. Я очень сгорю, честно. Ему нужно просто по-любому покупать Вену. Можно даже взять Токтим в единичку по-любому точно. А можно вообще замахнуть, кстати, и вот этого Бристалл Бэка. Под Бестом просто чпокать. Да и зомби тоже. Вот просто ты приходишь, ты приходишь против зомби. Да, вроде как зомби хорош такой, против двух силовиков. Все вроде нормально себя чувствовать, идеально их гонять там и так далее. Но ты представь такую картину, что на него нападает под таксивом Тускар, и они нужны там, чтобы там убегать, еще чего-то там, выводить крипов, просто берут и ломают ему полкабины. Раз, сломали, так вот подождали Токтим КД. И стакают теплодо детей вдвоем. И еще опять так пробивают его. Ну смотри, опять же, все в твоих мечтах, потому что у нас, в принципе, Димон забирает ботинок с собой. Твой любимый, между прочим. Да, мой ботинок вот этот вот. И опять мы будем... Мы уже прекрасно должны понимать, что линия настроена на то, что опять, что мы не будем как-то агрессировать, мы не будем убивать. А линия уже строится изначально, с нулевой минуты, на то, чтобы вот я на Тускаре пойду выводить крипов с этим ботинком. И потом, вот когда мы уже апнем левел, и вот потом, когда уже появится доминатор, вот тогда мы что-то будем делать. Так сказать, пока мы дадим возможность тебе немного передохнуть вот этот накал страстей, убавить, у вас, ребята, есть возможность зарегистрироваться на Бэтбуме по баннеру в описании и залатать 100% на свой первый депозит по промокоду DPC. Вот что там. Просто я больше, чем уверен, что вот штабы командующих по высшим уровням условно. Пришли бы они вот к этому бристлбеку. Семя забытому. И просто уничтожили бы его. Все возможно, по крайней мере, три руны у нас достается Балроксом изначально, плюс там Моношти как-то немного там застопорился вначале, даже не пошел по возможности перекликивать того же самого Тускара. Ну окей, окей, посмотрим, как это вылится в дальнейшем. И вот снова Андайен пришел с диномчиком, с мангусиками и стоим, сидим прямо на Дрейкшите как можно, забираем его курьера вместе ресурсами, которые в дальнейшем пригодятся. И Дрейкшит стоит у нас уже изначально без хила. Я очень сочувствую Дрейкшит вторая игра у него повторяется. Уху-ху-ху, а Хемита что делает? Пробили все-таки Сларка на начальных этапах и вот здесь я думаю у нас линия будет поагрессивнее гораздо. В боте погибает Дрейкшит в принципе это ожидаемо уйдет в размен с андайингом, но в любом случае кто-то еще время свое потянет. Также в топе и убирает Шака. Кстати, у нас прям активно все начинается. Вот и форспик визаж как бы тут ребята не собираются терпеть. Тут ребята пришли с Манкикингом, с Сорбовеном, все отлично, принесли себе кучу ресурсов, все у них хорошо. Браво, молодцы, как бы нет у них я говорю Беллрокоса как будто бы играют с позиции сразу изначально лузеров каких-то условно я честно говоря так вот вижу потому что ну вот он же будет на Тускаре он же будет на Тускаре по-любому покупать себе вот ты увидишь прекрасно 100% увидишь, что он будет покупать себе урну окей слушай, пока что не знаю в кейкбайблингс раз стоит баллыксах и кстати вот опять да вы на Тускаре даже против там условно без 100 под ботинок когда ну это же мастхэп купить себе стики это же мастхэп просто он мог пойти с Сорбовеном с тиками и тангусами просто на линию и от него столько было ему пользы ну боже мой мне просто очень жалко дрэкшин серьезно вот он ничего не может сделать опять включается вот этот вот режим просто тп да просто тратим телепорт просто телепорт он играет он боится постоянно он боится умереть он боится что слушай ну после первой игры конечно есть какое-то страх опасения ничего к сожалению не поменялось по саппортам но сейчас будет спасаться с помощью тп но там постоит ее не забрали так опять не позволяет подойти к репам конечно он свое может в дальнейшем камбэкнуть но дадут ли и каков будет какова точнее будет вероятность что у DCMC здесь все будет хорошо я реально я не знаю что сказать то есть все что мы сейчас наблюдаем на нижней линии это вот проблема одного лишь билда и понимание так сказать игры откидываемся потихоньку шардами в меду у нас 24 на 5 21 на 2 но рубай здесь себя параллельно стакает так что на стаках конечно он перегонит лешего спокойно топит тишина тоже без особой агрессии пока что МК оставил визажа на соло фарме для получения левела тускар пострадает сейчас боти или же все таки сможет забить андаинга здесь двойной такой рассинхрон нет льюис совершает последний удар а кьюкахук вгрызается в дрейкшота просто заплюет даблкил для андаинга вот дела вот дела опять же снова такое же начало и в принципе доминация по двум линиям так уж точно относительно имеется в меду ему свое время но думаю что леший какая-то надежда на него все таки есть и остается и всегда будет если он сможет раскачать карту дать возможность Ларку выформить артефакты то балроксы еще покусаются перетяжка кстати от лешего вот и на кьюкахука нападение вот как раз таки нэнга и оформляет себе первый фраг решили все таки больше уделить времени на коры вражеского чтобы не было ситуации как и с прошлой карты и у нас в принципе леший 2800 по надворцу да Лешак должен сейчас это делать все правильно как бы выполняет пока что на башню башню сел тьмы атакуют эмитов все опять отлично на топе 2800 надворца на визаже сейчас будет 6 уровень а у старка левел 4 да и кстати вот визажа в соло оставили на самом деле понимает что не будет агрессировать мк так бегает занимается просиживает время а кьюках лобу пути снова страдает от нэнга это новый выход и должны они его конечно забирать поставилась от лилиса тамба попробуй забрать тускара и по идее должен забирать фит-фит машет ручкой да тычка остается и тускар погибает саппорт а в любом случае плох что погибает в кьюках луис переигрывает вообще как саппорт так вот да так на самом деле то есть конечно сейчас нэнга молодец все делает правильно убивает этого большого слиния и камбэк и за счет ну как было за счет этих му камбэк и дрэкш что мы сейчас видим видим 2500 и видим практически 3000 бисмастер браво нэнга спасибо бисмастер ему очень благодарен за это так и есть тем более нэнга сейчас перетянулся также в топ забрал мк продолжает выфармливать лес для брисалбэк астаков нет а вот пришел в топ сейчас перемещается в бот это все такая трата времени но закупился ван ван кстати появляется появляются травола у нас у котла и я думаю в втором времени мы увидим какие-то как сказать перетяжки именно от котла уже они от дешака будет пытаться он где-то либо убить либо спасти то есть это будет тут котел он не с догоном у нас абсолютно верно так что это совсем другое а пока у нас ребята попытаются совершить нападение у вас есть возможность поучаствовать в акции для всех новых пользователей адбудбум забирайте 100% на свой первый депозит кликайте на баннер по трансляции и регистрируйтесь по промокоду dpc а у нас выход на дрейкшит а вот так сказать тп прожали а сбить нечем задувка мимо и пока что выживаем но в клубе параллельно погибает хемик все-таки до него тоже дошел ненго и сумел забрать ненго плотно взялся за эту игру то есть если в прошлой игре он на эмбере особо как-то не активничал что мы сейчас видим на лешаке он прям помогает своей команде находит много килов и это очень очень грамотно и правильно то если не он закерит по крайней мере эту игру попытка нападения на андайнго не увенчалась успехом и на ненго есть палка замечательно спрыгивает и мк лыс пока что живет задувка от рбази должна пройти все-таки даблки для рбази димон тоже погибает пока что в сноубол тянем время подходит сларп DCMC паунс и все-таки от волрос панча у нас улетает мк 2 в 2 в принципе но 2 саппорта в мидера что тоже имеет место быть на самом деле пик котла тут очень хорош в плане того что выйдет он быстрый весел и вот это именно то самое что как бы команде халли то можно сказать и про беллрокс условно какой-то быстрый был бы весель весел то есть на того же брестолбека и вообще в принципе на любого героя выглядело тоже очень неплохо но по итогу тускар у нас вот да все-таки он выходит у нас с голым ботинком со стиками да в принципе беллрокс и сейчас перетянулись в топ есть желание забрать еще раз визажа замедлить ему еще больше темпа но пока что не цепанули все-таки мк подсветил так что на этом и закончили попытка выхода на дрейкш имеется да то есть стоит пока что замечательно да и в принципе так сказать не жалуются 4000 на творца у него имеется потихоньку так идем к своим артефактам уже без того что было раньше демон должен погибать здесь в принципе но более покатится но задувкой арабази его добьет так парка почти имеется диффуза дофармливает диффуза он вот кстати диффузами уже мизаж не сможет стоять на стол против старка хотя как у ее равно сильно очень сильно агрессирует на него ну это правильно на самом деле развел ультимейт паркоман вообще практически нету и вот надо подумать уже купить стики капли себе думаю в скором времени так сделать смог прожимается от балроксов решает найти кьюка хука в боте но пристал бэк вовремя отходит на тройку пока так выфармливается без стаков конечно грустненько но так сказать не успели не успели мк у нас сразу выфармливает форсик диффуза приезжает с ларку а бот открывается дрейкши там то в принципе тоже сейчас размена уйдет от визажа но вряд ли они пойдут его дефать акробатические прыжки то с ларкой что-то мк никто никого не подцепил и блинг даггер на тускаре что немаловажно пора да смачок приобретается идея как бы сейвить с этим блинком и идея прыгать на котла находить его постоянно смысл понятен относительно посмотрим на реализацию это да реализация у нас иногда очень сильно хромает я сам рад видеть сарк с диффузом мне как-то он больше импонирует чем с какой-то саблей условный нападение на котла как раз таки от тускара сноубол продлевает макропир положилась очень больно здесь эмси паунс есть и стрих стревает дрэкшит конечно же и переходит на мид когда вот так происходит что тускар забирается до котла то пайт будет выгодаться хочу после этого сразу понял а вот пайт продолжает еще да тут хотели напасть на нэнга но не получилось тут в ответ приходит вся остальная команда анден погибает на прощание от тамбу и че идя дальше поймали визажа есть волос панч рор продолжение и под активом конечно же визажа должен забирать еще и нэнга фулловый и злой так сказать после первой игры так что здесь белроксы прям показывают совершенно другой геймплей на самом деле да потому что тут как бы они понимают силу своих героев и правильно этим пользуются задувка да было прям волневато но есть сноубол есть волрос панч продолжит арена раскастовалась и конечно будет неприятно котлу отсюда он никогда не выйдет кукоку приходит садиться на тускара забирает его и во своя себе бежит нэнга на самом деле очень хочется порции котлу порсиком будет попроще он это понял еще вот после той смерти в миде когда на него тускар ну первая смерть его была когда на него тускар прыгнул с этим блинком он сразу же закликбайл порс понимает что это единственный выход из ситуации нужно как-то из шардов из-за тана упрыгивать вот но блин то есть это уже защитный артефакт как бы он уже будет играть так сказать не совсем полезные артефакты будет собирать хорошо было бы иметь форста в какой-то на саппорте в такой ситуации он тебя спасал у нас мкн дэнг в процессе собирания форста а важно только докапало докапало это у старка практически имеется аганим тоже хороший показатель мусарка мусарка то 2 нет все у него отлично и вот белроксы сейчас все правильно делают не боятся они врагов и спокойно за бестом своим с диаболиками четвертыми ходят забирают все вышки наращивать свое преимущество тем самым как бы тут как тут как бы тут котлу уже не потеряться есть такое ощущение что еще пару файта где его начнут на первых парах фокусить вот для него проблематичные у нас еще в респакт появляется у химита давно такой не то чтобы забыть или ну да скажем так с учетом его популярности на спад он пошел знатно так что посмотрим посмотрим bristol бека в принципе остается из голды до аганима поможет ли он ему ну конечно усилит дэмэдж по врагам и в принципе такой раньше был это вообще game change артефакт просто сейчас все забыли про этот герой что у нас кстати по веселу веселу у нас нет у нас в принципе даже урны нет ни у кого есть дорог с от печали есть захил от котла есть захил от зомби есть непосредственно бристалл бэк и иметь какой-то весел было бы очень неплохо да а также у нас еще есть большая возможность так сказать зарегистрироваться на бодбуме по баннеру в описании золотать сто процентов на свой первый депозит под промокоду диппи кстати тускар вот хочет себе купить шар аганим шар не знаю как теперь я не знаю на самом деле на тускаре задумалась по поводу вообще в целом аганима до выпинывать кого-то в центр файта где там любой его сожрет просто что котла что bristol бека а в дальнейшем ну шарды окей почему нет какой-то степени это поможет но с другой стороны опять же форсики то будут форсики всему голова нападение есть дома ножки погибает там бы поставилась макро пироположилась но продолжение никакого мы не увидим в принципе тут покупается на визаже ну и вот в этой игре на самом деле так сказать зеркальная игра если сравнивать стоя видим мы тут парка в той игре мы видели тролля в этой игре мы видим старка уже оба роксов теперь наоборот и как-то вот если честно вижу я его неубиваемым и очень-очень сильным честно говоря не знаю надо ребятам думать об этом то есть по сути войти старка тут вообще нечем остановить и он будет еще больше больше ставится не так и есть и как у конечно становится в центр всего файта заплевывает в айспас попадает андайн тоже задули его был распанч андайн должен погибать там арена раскастовалась параллельно не забирает дрейкшит а топор полетели дсмс в ультимативное просто хочет грызть и грызть да пока что должен погибать кьюка хук не должен отсюда здесь выживать да и ничего какие портики не спасают паунс дсмс на херме то садится айспас проливает у нас контроль задувка от капла но она уже не чувствуется как будто бы даблкил на дсмс и волрос панч на капла ах продлить бы этом замедление так и есть есть дефуза 3 полкил на дсмс так и есть и правильно ну вот я говорил то что старк на самом деле уже не чувствует врагов да и как-то не собирается он выйти проигрывать эту игру да абсолютно просто на самом-то деле у балроксов здесь уже были получше лайны по крайней мере им дали возможность подышать я имею ввиду конкретно про дрейкш это да несмотря на то что в прошлой игре он по кд просто катился сноуболом в таверну здесь он уже и тп применил уже и как-то там тускарик подсейвил и уже гораздо стало меньше то есть для возможности времени потраченного на кампф было в два раза меньше сладок раскачался нэнга замечательно вообще пушечный отыграл в принципе первую часть не давая возможности ни одним ни тем захватить какое-то прям колоссальное преимущество вот на самом деле игру нэнга сделал огромную работу для того чтобы вот все что сейчас происходит происходил так таким образом то есть вот эта перетяжка два раза на ботом линию когда вот вы бист опять в такой же ситуации как в прошлой игре это конечно вот молодец то есть он вот он он реально молодец но опять таки если говорить о том почему он так спокойно может делать эти перетяжки почему он принципе их делал потому что вот этот вот котл в миде то есть ну вы берете кот котла в мид ради того чтобы собрать весел и контрить вот этого лишака с бутстоуном но по сути происходит так что у лишака открыты все ну как бы руки он может делать что угодно находит брестал бэка есть рорма крапира до шарды шартовые причем там баба поставилась но дсмс уже в эклайне выгрызает просто этого котла никуда он не уходит уже имеется гонимчик поэтому а и грызет до последнего подхилили чуток но есть еще один паунд заряда все-таки потихоньку нарастают хемит тоже попадает шарды замечательная димна из паст положили минус 2 делают балрокс и здесь прям до колоссальное преимущество сейчас просто ребят перейдут на вторую сторону и смогут ее забрать да ну чтож собственно не увидели мы отколем какого-то core лейт аг-джи пишет ну это так понятно потому что ребята понимают что сарк уже в такой как бы кондиции когда он будет больше и набирать а вы в принципе уже ничего не можете сделать нуждают какой-то бкб надеяться на то что с появлением бкб этот брестал б как-то не умрет и все там умрут от его иголок ну это такое все правильно делают как бы решают не дизморалиться хотят стартануть игру и видимо поиграть с каким-то опять таки сильным лейт героем на самом деле да потому что все таки брестал бэк здесь был явно не в тему но возможно просто низкий пол и все герои были забанены из-за этого не нашли ничего лучше но не знаю мне кажется что все что угодно могло быть лучше бреста по крайней мере в данном патче я тоже так считаю на самом деле потому что вот опять мы видим вот это вот ту самую ситуацию когда люди просто проигрывают себе игру просто пиком как и есть так и есть но по крайней мере ребята с балроксов молодцы быстро так сказать начали быстро закончили посмотрим что будет на третьей карте я надеюсь что у нас не будет флэшбэков особенно первых пиков которые мы уже с тобой видим на протяжении двух картах так что на музыкальную паузу вернемся к